друзья привет привет наконец наконец можно с вами встретиться в прямом эфире дело в том что ну вот мы сегодня настюху готовим к новому году и у нас появилась возможность сегодня поговорить о простом быстром варианте вот таким с модным примодным леопардом и знаете что самое приятное нас садится ко мне грудь и что хочешь ну что хочу то и делаю привет друзья сто лет не виделись и безумно рада вас видеть вот и собственно говоря я так люблю эту тему я обязательно на эту тему напишу пост до этого настя у меня побыла немножко такой легкой легкой изменщицей то есть она сходила к другому мастеру конечно после этого всегда за что я люблю измену я имею целую кучу комплиментов от клиентов о том какая же на самом деле крутая что мне изменять нельзя да это правда очень хороший способ еще больше как бы подчеркнуть свою ценность перед клиентом если вы действительно старайтесь и знаете что вы делаете все чтобы клиенту было как бы хорошо красиво и долго носилась то это его измена то есть она всегда в таком случае дальше провоцирует то что человек вам в принципе уже изменить не может привет девчонки и так чем мы сегодня займемся принципе как обычно мы практически все снастью уже сделали да и остался у нас на закуску один ноготок что я хочу сегодня показать мы порисуем с вами леопарда я сегодня хочу поработать новым средством это сиси крем то есть это тонирующая очень красивого цвета камуфляжная база каучуковая оттенка 8 3 натурального цвета кто не в курсе девчонки ну вот я уезжала немножко какие-то вещи у меня остались без внимания вышел наконец набор french set из очень красивых трех оттенков камуфляжей и вот как раз таки с одним из них я решила вас сегодня познакомить привет девчонки безумно по вам скучала вижу ваши сердца прямо скажу я правда скучала и даже себя в какой-то момент иногда удерживала от желания как-то с вами повзаимодействовать поговорить понимаешь что отдых отдыхом а все-таки мы на профессиональную тему ну что вам поехали итак здесь стоит какой-то чужеродный материал какая-то сборная солянка да настюх да кстати хочу объявить со мной настя инструктор академии маникюра на на профессионал анастасия да настя нанопров человек который очень много вложил меня в том числе в части знаний по поводу маникюра и вот сейчас она как бы да она регулярно доверяет мне свои руки и так с чего я начну первое я сейчас фрезой снимаю материал так как здесь был какой-то чужой материал поэтому я очень очень внимательно просматриваю как там отстояла база не отстояла есть отслойки нет от слоя то есть я прям внимательно внимательно просматриваю еще чаще всего я вот видно отслоечку здесь на свободном краю буду выпиливать чаще всего я не доверяю чужим рукам и чужим материалом поэтому обязательно стараюсь как можно больше снять материал в таком случае я могу дать гарантию на свою работу она чужую работу любую неважно кто ее делал я никогда гарантии не даю то есть поэтому всегда есть у меня клиент подгульнул то обязательно я весь старый материал снимаю именно для того чтобы быть уверенной полностью в качестве я вижу наши коллеги с нами на направке привет привет очень рада вас видеть наконец я опять втрою и вот сегодня мы даже с настой решили выйти в такой прямой эфир девчонки уже и не в китае и не в таиланде она уже с нами я уже в москве целую неделю и вы знаете ну первым шоком стала для меня погода то есть когда ты с плюс 30 приезжаешь а на следующей неделе минус 30 обещают меня это честно говоря немножко шокирует наташка привет вижу тебя девчонки вижу ваше приветствие так дальше я очень люблю работать вот с такими мерками то есть сначала достаточно грубо при помощи такой мерки я проверяю длину свободного края в целом сразу скажу по другим ноготкам у меня чуть чуть больше единички все остальные ногти поэтому на этом этапе я буду пилочка снимать длину свободного края немножко дальше у насти ногти как бы немножко подрастают вниз поэтому сразу на этом этапе я пилочкой немножечко подровняю да вот эту линию то есть боковые параллели либо ребра жесткости вот эти штуки да они имеют разное название но суть одна нижние параллели они должны быть ровными дальше так как я не очень доверяю до старому материалу мы договорились что его буду полностью снимать я сейчас еще пилочка буду снимать весь этот материал но давайте вот так еще даже увеличу перед этим я сразу пройдусь проработаю пушером кутикулу именно для того чтобы мне можно было оптом проработать и вот эту отросшую часть ногтя пилочкой то есть нам надо будет до пошершавить у них областы и как раз таки я пилкой прихвачу остатки материала все то есть качественно пуш пушером подготавливаю себе кутикулу то есть даже немножечко как бы под задираю это для того чтобы дальше мне было удобно работать фрезой при аппаратном маникюре и как раз таки я готовлю кутикулу к тому чтобы мне можно было комфортно пилочкой проработать это место самым коварным при снятии материала всегда являются вот эти углы дело в том что у насти чтобы вы понимали вот такая арка соответственно иногда пилка не заворачивает и вот здесь на вот этих самых важных стратегических местах иногда остается какой-нибудь старый материал либо не увиденная недосмотренная отслойка то есть это если вы не заметили будет стопроцентной гарантии того чтобы уже через неделю может быть даже раньше у вас вот здесь начал материал отслаиваться от свободного края поэтому для меня вот эти зоны это вещи на которые я безумно обращаю внимание и не ленюсь повернуть ноготь клиента немножко наклонить голову чтобы очень внимательно просматривая снять здесь материал если бы у меня был мой материал да я его ставила я бы все равно внимательно просматривала эти места и старалась высмотреть отслойки да то есть вот это очень очень важный момент дальше я сейчас перехватываю пальчик таким образом и уже начинаете отсюда как бы доходя до кутикулы видно я сразу прорабатываю зону возле кутикулы то есть мне вот здесь надо обязательно снять блеск с ногтевой пластины при этом на пилку сильно не давим и я работаю очень мягкой стороной пилочкой образивностью 180 гривен здесь остается частично материал вот в такие моменты я могу на большую абразивность переключаться сильно не нажимаем моя задача просто снять материал сразу скажу у меня очень большой опыт именно в гелевом моделировании поэтому я хорошо вижу разницу где есть материал а где нет если у вас такого навыка нет конечно в этом случае лучше не спешить и прям очень внимательно просматривать чего вы там снимаете девчонки еще раз говорю что только присоединился я сейчас снимаю материал только потому что настя у меня гульнула сходила налево у нее стоит какой-то чужой материал и вижу что он дает от слойки поэтому на всякий случай конечно обязательно полностью снимаю этот материал для того чтобы быть абсолютно уверенной да в том что у меня там через неделю не полезут от слойки и у насти к новому году не будет вот этой ситуации да когда она крошит винегрет и в него крошится там вот эти отлетающие ногти девчонки у меня просто была такая ситуация и это реально смешно когда во время приготовления новогоднего ужина дело в том что я не успела сделать коррекцию ногтям было уже больше полутора лет я значит хорошо винегрет и у меня частично постепенно уходят в него мои ногти это было ужасно вот я не знаю что на этот новый год буду делать но периодически мы с друзьями устраиваем прям такие действительно классические советские застолья но первых учтите мне это возраст как бы 38 я классический советский ребенок я действительно впитала в себя всю эту советскую культуру когда на столе шампанское мандарина обязательно красная икра там салат оливье и иже с ним поэтому вот это винегрет конечно винегрет и вообще кстати очень люблю итак смотрите что мы сейчас сделали я полностью освободила ногтевую пластину от остатков материала при этом я была очень внимательно вот в этих зонах девчонки потому что пилка если мы здесь не завернули может остаться частично материал когда он чуть-чуть пошершавлен тем самым он коварно как бы закамуфлирован но наша задача все-таки здесь снять материал в противном случае особенно если там отслойки он потом нам даст от слоечку здесь дальше теперь я как раз таки могу заняться подготовкой как раз таки уже кутикулы и с чего начну ну схема достаточно традиционные принципе чаще всего она у меня видеороликах мелькает сейчас я беру вот такую фрезу это фреза пламя с красной ночи сечка она уже потемнела потому что ну кто знает часто ну есть и стерилизуешь действительно фрезы они постепенно вот насечка меняет цвет но при этом эта фреза до сих пор еще вполне функционально и если сказать по оборотам настя у меня барышня чувствительная поэтому я прям без энтузиазма скажу мне сейчас чуть больше десяти тысяч то есть принципе моя задача здесь проработать до остатки птеригия при этом на ногтевую пластину я сейчас не нажимаю кстати друзья настя преподает до аппаратный маникюр и действительно может об этом очень много рассказать и может быть если мы ее попросим она однажды выйдет с этой темы в прямой эфир и расскажет все свои фишечки для наших подписчиков настяка конечно с удовольствием выйду девчонки говорит выйду вот алтай привет вижу ваш комментарий у нас привет из алтая с киевы из минска уже были ого девчонки давайте свою географию продолжим эту хорошую традицию каждый раз представлять какие регионы с нами так делаю то же самое в обратную сторону целом что мне надо сделать мне сейчас надо сделать удобное поле под срез вот поэтому я фрезой прохожусь убираю остатки птеригия здесь могу сразу пройтись да если мне какие-то лохматушки поболтались вот и после этого перейти к работе с ножничками буду работать вот такими ножницами мне их настюха кстати сегодня принесла на пробу это йока вообще классные ножницы могу сразу сказать мне безумно понравились спасибо вижу вижу географию настюш давай причем я заводская за . спасибность я в восторге от ножниц и ордания за линск уфа харьков с нами девчонки я просто в шоке какая география саратов причем прикольно у нас из москве сколько времени настю три часа соответственно чем ближе на восток тем поздней кто-то уже наверное я так понимаю в ночь сидит дальний восток камчатка я так понимаю у вас уже там ночь до поздний вечер девчонки ничего себе тюрих о япония пошли дальше приморье обалдеть девчонки все выполнила срез какие-то мелочи сейчас не буду дорабатывать при помощи ножничек у меня для этого есть как раз таки круглая фреза с красной надсечкой девчонки мне очень понравились вот мне как-то подруга принесла моя ногтевая крупные шарики вы знаете где-то в каких-то моментах ими действительно гораздо удобнее работать вот поэтому обратите на них внимание единственное учтите за счет большего диаметра чем больше ставим скорость тем больше шансов что человеку запечет поэтому скорость должна быть точно до десяти тысяч оборотов то есть две тысячи пять тысяч это тоже зависит очень сильно от знаете чего от чувствительности клиента и того насколько на одном месте вы топчетесь сейчас по сути теперь я этой фрезой начиная отсюда проработаю но здесь остались у меня не проработанными до боковые валики сейчас постараюсь не вылетать за зону видимости и как раз таки у меня есть возможность так как раз надо насечка по сути зашлифовать и доработать какие-то до моменты связанные со срезом поэтому я сейчас фрезой просто прохожусь до шлифовываю вот эти вещи я обычно работаю так эта схема хорошая рабочая иногда бывает прям кутикула просится ну без ножниц ее проработать то есть но это как раз вот смотришь уже с опытом приходит и ты уже точно знаешь когда ждешь ручки какой примерно тип маникюра у вас будет какие вопросы на стюжок вопросы по поводу цены ножниц и марки девчонки к сожалению марка написано что профессионал больше никаких данных нет они у нас вне зоны мы в йога на покупали йога по поводу моделей надо уточнить вот я ее покажу не помню вот тысячи рублей точно вот написано до йога professional то есть вот такая и у них не сильно длинный достаточно средний по длине до чуть-чуть загнуты вообще удобные очень ножницы настю спасибо я тебе все тоже таки хочу спасибо йога за что они так заботливо подарили мне эту модель обязательно имейте ввиду еще всегда переживаю вдруг я здесь что-то не увидела пилкой еще могу вот этой фрезой вот эти до места сложные как раз таки в несколько движений как бы до пройтись вот то есть вот такая у меня фишка есть в работе вопросы зала ко мне скажите если клиентка просит не подрезать кутику что в этом случае делать не подрезаем кутику первой фрезой пламенем просто вычищаем тириги боковые валики все обычно те кто не просят просят не подрезать у них она не очень небольшая вот ваша задача больше проработать кутику вот с ним как раз и работаете понятно спасибо настюшка молдова республика очень много здесь городов девчонки фреза красная девчонки двадцать третий диаметр российского производства итак теперь я хорошенько обезжирила ногтевую пластину теперь чтобы не было от слоек всегда я слежу чтобы обезжириватель полностью улетучился с ногтевой пластины это правило для гель-лака и для гелевой системы стопроцентная поэтому даже если вы очень спешите это тот самый случай когда надо дождаться дальше в качестве грунтовки я буду наносить протеин плюс но в системе мейкап фунейлс есть специальные покрытие праймер в целом как бы если у вас есть праймер покрываем его если нет есть протеин плюс можно его использовать ну вот сейчас для вот этого френч сета как раз таки я буду использовать то что у меня сейчас есть под рукой это покрытие протеин плюс внимание это беску без кислотные грунтовочное средство я хорошенечко отжимаю кисть и независимо от марки а все бескислотные грунтовочные средства надо наносить максимально тонким слоем то есть чем тоньше вуаль да как бы чем тоньше нанесение без нахлёстов тем более качественно создается адгезия то есть вот это очень тонкий момент который не совсем очевиден тем кто работает с очень кислыми системами кислыми праймерами с кислыми базами вот это безумно важно то есть что обносилось надо понимать некоторые тонкости book bondox но по сути да bond вот этот бескислотное грунтовочное средство протеин плюс сохнет на воздухе не менее 30 секунд то есть за это время точно у нас улетучивается то что должно улетучиться и остается только клейкая масса на которой мы уже можем садить собственно говоря уже каучуковую любую другую базу любое абсолютно покрытие то есть это универсально да как бы правило для гелевой гель-лаковой системы сегодня я буду работать новым продуктом это сиси крем 8.3 девчонки это новые каучуковые базы которые у нас вышли мы прям назвали этот набор french set то есть это сет идеально на камуфлированных каучуковых баз которые шикарно ложатся как просто покрытие как просто отличный каучуковые базы под цвет но и в том числе они нереально крутые именно под french сразу скажу мы эту работу проводили очень долго по колерованию и целом я пока ни одного негативного отзыва не видела настолько цвета получились крутые гармоничны очень дорогие цвета каждый из трех уже заимел популярность фишка да именно в том что они весьма универсальны и отражают средние потребности ну стандартных так сказать людей и так по нанесению каучуковой базы здесь вы можете работать как как угодно то есть либо ее можно нанести в два тонких слоя либо с выравниванием то есть метод способ не имеет значения вообще то есть в данном случае так как продукт каучуковый вы больше в принципе ориентируетесь именно на эстетический параметр надеюсь я понятно изъясняюсь поэтому в данном случае меня будет волновать больше эстетика всегда кисть я сначала делаю не очень мокренькой то есть моя задача в принципе описать да как бы по кругу где у меня будет сейчас сидеть непосредственно это средство так как у насти здесь достаточно глубоко да вот в зоне в ростов как бы ногтевая пластина уходит в подушку поэтому иногда у нее бывает такой момент что база может ну чуть-чуть чуть-чуть до пытаться затечь но для меня это не принципиально сейчас я в том что в любом случае как правило я база немножечко подпиливаю да то есть устраняю натеки поэтому я больше внимания уделяю тому как я сейчас выкладываю базу то есть в целом что мне нужно сделать мне сейчас надо создать красивый блик и не просто красивый блик а еще обратить внимание на одну особенность настину ради в том что у насти как правило есть вот такой момент связанный со скручиванием ногтя причем он может быть здесь достаточно опрятный а на этой стороне скручиваться больше так вот за что настя очень любит мои ногти выделяет их для в том что я всегда такие недочеты немножко исправляю то есть видно как база работает она сама усаживается в принципе вам очень обратили внимание как лариса выкладывает как истинный гелевик да девчонки я гелевик и как бы но сразу я всегда в каждом эфире оговариваясь на любом мастер-классе что вообще все равно в какой технике вы работаете принципе если вы получаете идеальный результат то техника не имеет значения и так что я делаю я обязательно чуть чуть больше базы нагнетая на эту сторону слежу чтобы у меня везде база лекла опрятно знаете еще что сделают ненадолго переверну ногтевую пластину для того чтобы у меня не просто капли отвисла вниз я еще хочу чтобы у меня вот это место возле кутикулы чуть больше сошло на нет то есть вот такой момент поэтому в какой-то момент я переворачиваю ноготь изучая внимательно блик то есть слежу чтобы у меня вот сюда пришел материал чтобы он у меня здесь был и в какой-то момент когда меня все устраивает я отправляю на просушку в лампу это был си си крем очень натурального оттенка цвет 8 3 вот просто захотелось сегодня его показать поэтому спрашивали процент цена цена набора насти ты не помнишь что у меня после отпуска у меня просто у меня в голове такое перекати поле пустыня и вообще я просто но руки делают вы понимаете навык не пропьешь а вот по ценам девчонки я не помню но там получается гораздо дешевле чем если поштучно эти продукты покупать 2 990 за 3 или 2 550 не будем вас 2 990 скорее всего да настю тоже девчонки простите за мой перекати поле в голове почему пахнет гель-лак когда снимаю фрезой ну потому что вы фрезой до делаете мелкие частицы они попадают на рецепторы в носу и вы ощущаете это как запах то есть я думаю что можно так ответить на этот вопрос какие еще вопросы на печет если пользоваться режимом 48 ватт особенно чувствительные натуры вроде меня до печет да надо ставить режим термоконтроль как бы идет реакция с выделением тепла девчонки у вас три цвета натуральное вам только что показала да кстати давайте познакомлю вас раз сразу пока на стюк у меня сохнет 2 оттенок цвет 8.2 это такой он не кукольный но это такой красивый холодные розы да очень очень красивый камуфляж он вроде и для девочек кто любит знаете вот блондинка у нее обязательно должно быть светлое такое розовое ложа белый белый фрэнч но он чуть более универсален он не такой пошлый очень красивый цвет и третий оттенок это для вот любителей такого чего-то этакого вот такой практически но не белесый я не знаю кремовый камуфляж и у него есть одна особенность он светится как фарфор изнутри это вообще безумно круто выглядит на ногтях просто как цвет самостоятельный он смотрится конечно безумно круто в том числе он очень офигенно выглядит именно под френч поэтому мы выпустили вот три штуки то есть френч сет собрал в себя три вот этих как раз изделия давай настюшка когда во владивостоке будут мастер-классы не знаю девчонки вот я точно знаю что настя едет в благовещенск весной поэтому итак сейчас настюш я прям поясню кое-какой момент у меня сейчас даст нам на архитектура просохла но я хочу еще больше заняться и еще чуть покруче исправить вот этот недочет связанный с тем что у насти здесь ноготь ну как бы живет абсолютно своей историей поэтому философский ноготь я называю такие ногти у нас все каждый такой вот это не очень даже ну в принципе даже у всех вот почти поэтому я еще немножко ну не поленюсь я вот здесь доложу чуть-чуть базы я хочу выровнять этот косяк именно для того чтобы у меня у насти ногти прям были идеальные как она любит собственно говоря мы с ней и нашли друг друга именно на том что в таком неком стремлении к совершенству до оценителя до владивостоке продается девчонки во владивостоке да уже есть эта продукция то есть принципе наши представители уже сделали закупку на френч сеты вот эфир обязательно сохраню если инстаграм не глюкану нет то все будет окей на ногте крема вы хотите посмотреть девчонки вот жаль у нас тюхи ни одного ногтя пустого не осталось уже свеженькие все у нас тюшки дала вторую кем а мы что делаем собственно говоря мы сейчас будем добиваться вот этого эффекта это тоже экспресс дизайн и вот как раз все как мы с вами любим чтобы быстро да с новым топом как раз будем делать вот такой леопард так насть мне кажется уже у меня высохла давай свою ручку а укрепляющие да это по сути ну обычная камуфлирующие укрепляющие базы то есть вот такой оттенок сейчас на фоне черного чуть-чуть осветлю чтобы видели вот оригинальный цвет у него такой видно он очень нейтральный и у него очень правильное соотношение плотности цвета и прозрачности то есть видно сход на нет у него очень правильный то есть чуть-чуть видно луну лу поэтому при отрастании на френче да такой оттенок он будет смотреться очень опрятно но при этом у него достаточная камуфлирующая способность для того чтобы заматировать ложе под французское покрытие то есть мы вот над этим именно парились я вам скажу мы больше двух месяцев просто колеровали искали вот ту идеальную форму соотношения оттенка и так крем для ногтей да тональный крем для ногтей что теперь делаю я же говорила да что я такой любитель попилить поэтому на этом этапе чаще всего я выпиливаю натеки дальше мы помним что у насти здесь ноготь свернут весь в одну сторону поэтому я начинаю с того что держать пилку достаточно перпендикулярно по отношению к опиливаемой поверхности я сейчас делаю два отреза то есть формирую как бы ширину и тем самым начинаю задавать боковые ребра то есть вот пилкой я начинаю сначала работать с этой истории сразу скажу прям специально выбрала насть ноготок у такой посложнее что в прямом эфире было о чем поговорить дальше я обязательно смотрю в бок и работаю уже вот с этой частью то есть моя задача сделать при помощи пилки до выпилить по сути ровный отрез чтобы вот эта линия была идеально ровной это мне обеспечит как раз таки то самое ребро жесткости которая является основой для носкости конструкции и с другой стороны тоже самое повернула и теперь у меня появляется возможность просмотреть здесь мне надо сделать ровный ровный отрез и дальше уже просматривая ноготь я принимаю решение да о том что у меня лишнее то есть я могу пилочкой подснять вот здесь есть небольшие излишки материала поэтому я их обязательно пилочкой вот так подснимаю и то же самое здесь скругляю зону чтобы не было у меня здесь висящего жесткого ребра вопрос про картину лариса какую как поживает картина волки подарок из благоприщенской картина поживает прекрасно спасибо вам огромное я очень ценю этот подарок вы не поверите на он прекрасно вписался в ну как бы историю моего зала кто меня знает у меня в зале рабочая комната то есть у меня там свой маленький хаос свой беспорядок где творю и эта картина мне приносит огромное удовольствие спасибо вам большое я помню и она занимает почетное место в моем доме вот спасибо вам огромное спрашивает всегда побаиваясь снимать фрезой коммуфлирующей базы ответный вопрос почему да аж чего боитесь да давайте поговорим об этом тоже интересно узнать слышу такое мнение все как бы скруглила вот этим можно было принципе не заниматься но это такая гелевая привычка то есть моя задача была здесь вот скруглить эти места тут деда я специально побольше докладывала материала ну как бы мы начали с того что у насти здесь арка чуть сильнее заворачивается поэтому моей задачей было оставить чуть больше здесь материала именно для того чтобы при просматривании дальше до всего горизонта ногтя то есть весь горизонт ногтя вот мы его просматриваем и слева и справа как бы вот это вот часть выпуклости так далее да объем был идентичным то есть это сейчас было про это я занималась этим дальше вот теперь я могу пилку поставить под небольшой угол то есть то я вот так пилила а теперь я ее ставлю под угол и скругляю свободный край то есть мне надо здесь получить более мягкую линию и последними движениями я уже занимаюсь тем что скругляю непосредственно сами уголки и получается вот такая приятная до точеная квадратненькая форма я обычно люблю такую она подходит большей части ногтей она выглядит очень эстетично и прежде чем сейчас заняться уже непосредственно покрытием я обязательно беру сейчас фрезу с которой начиналось снятие то есть сегодня работа вот такой керамикой мне настюшка принесла на пробу как бы составить свое впечатление я пока честно говоря не поняла но если мне понравится фреза я вам обязательно сдам все контакты как раз вам ответ на вопрос что сколу будет обязательно если положить больше базы не правда выпили во-первых насти если даже оставить так вот эти такие каучуковые он эти базы они классно вязко держат все эти вещи я делаю сейчас это только с точки зрения эстетики поэтому я чуть-чуть чуть-чуть просто снимаю вот здесь до излишек материала за счет внутренних внутреннего опила и сейчас вот сюда еще залезу пилочкой и вот этот момент немножечко под сниму пилкой потому что фрезу я долезть не могу то есть поэтому прорабатываю как бы пилочкой все девчонки если бы вы мы оставили все это на самом деле ничего страшного бы не было я вам гарантирую что не обламывалась бы если база более жесткая если она более упругая то действительно да в таком случае это бы кончик перевешивал его здесь могла бы пойти трещина это правда но вот эти базы как бы объяснить видно они безумно безумно мягкие каучуковые то есть фишка именно в этом они как липка резинка держится ничего с ними происходить не будет то есть поэтому я и говорю что с точки зрения скульптуры для этих вас вообще все равно как вы их положите для всегда оперируем как бы и опираемся на только на эстетический компонент то есть в этом особенность этих вас дальше для того чтобы у меня как бы было удобно работать с подкутикулем я все равно еще раз как бы на чистовую вот такой фрезой пламя обязательно прохожусь проверяю чтобы мне вот здесь было удобное место именно для того чтобы не суда было достаточно удобно поглубже ставить гель-лак при этом у меня нет задачи здесь выпилить то есть понимаете работаю я очень деликатно по сути просто заново как бы прощупывая или проверяя фрезой вот это место для того чтобы не было сейчас комфортно глубоко наносить гель-лак все то есть а я обязательно прохожусь это занимает там 40 секунд одну минуту но с точки зрения работы дальше с гель-лаком я делаю себе как бы хорошо мне после этого гораздо удобнее работать с абсолютно любой фактурой гель-лака дальше вы пилили базу для гель-лака я в любителе попилить могу не опиливать то есть но я очень заморочена на форме и настя это полюбила тоже поэтому я подправляю какие-то нюансы то есть я довожу ногой до идеала невзирая да на то что он кривой косой где-то там может влево вправо ходить все равно при помощи базы еще каким-то образом восстанавливаю вот саму эстетику ногтя обязательно хорошенько прохожусь с обезжиривателем убираем мусор да и можем приступить уже непосредственно к покрытию гель-лака здесь у нас будет леопардовая тема на мой взгляд 2105 оттенок шикарно смотрится с этим сочным невероятно крутым тысяча третьим оттенком гель-лака нан-лак как я уговорила и ранее уже в прямых эфирах и в каких-то публикациях тысяча третий на мой взгляд это идеальный цвет рождества потому что он имеет такую видно вот такую вкусную какую-то морковную нотку и поэтому сегодня мы с насти решили собственно говоря сделать его и так цвет 2105 я буду наносить в два слоя и так когда я работаю видно фактуру у гель-лака достаточно подвижная то есть я очень люблю это это мне обеспечивает очень высокую скорость нанесения то есть поэтому таких фактур нужно не бояться нужно просто понять как с ними работать и так что я делаю первым слоем первый слой я могу нанести до сразу на четыре ногтя если мне необходимо суть в том что здесь и для себя готовлю удобное поле для нанесения второго слоя первый слой я наношу не жирно просто создавая опрятный обрез который будет для меня служить основой для второго уже очень глубокого нанесения и равномерного нанесения именно второго слоя настя у меня пошла на просушку я создаю таймер 30 секунд сразу скажу будут вопросы чё за лампа наша стандартная лампа nano lamp 3 еще девчонки я забыла многие спрашивали по поводу подставки обязательно размещу информацию вот нашла хорошего порядочного поставщика я выложу обязательно в stories что за подставка и как раз таки почитайте сами внимательно как раз в моем корпоративном цвете было и для меня это было очень важно вот не люблю без подставки мне не очень удобно когда рука клиента идет через лампу и из этого мне некомфортно и так первый слой гель-лака у меня просох теперь я могу приступить к нанесению второго слоя и так сейчас прям с кисти что я делаю по сути я сначала дублирую второй слой то есть первый слой у меня уже нанесен достаточно аккуратно и я могу особо не раздумывая просто продублировать второй слой видно гель-лака я кладу немного на кисточку сильно не давлю это для того чтобы сразу гель-лак лег достаточно равномерно и дальше вот теперь я взяла кисточку волосок я очень часто так работаю есть некоторые фактуры и некоторые руки которые я наношу без кисти волосок прям с флакона но это редкость то есть там должны быть определенные какие-то уникальные условия до соблюдаться поэтому чаще всего я работаю все-таки при помощи кисти волосок что я делаю в принципе я рисую слева и справа ровную линию смотрю чтобы у меня гель-лак лежал ровненько и прям красиво красиво заглядываю прям внимательно смотрю до глазками что я тут делаю и уже здесь на этом этапе кистью волосок мне появляется возможность при этом как бы большим пальцем двойностью вот видно я стараюсь под натянуть даже кутикулу и загнать гель-лак сюда поближе то есть формировать здесь красивую ровную линию потому что сейчас ты ее не видно уже через неделю когда клиент сам себе немножечко кутикулу да пододвинет либо на нато анатомически подвинется вот здесь будет видна некрасивая неровная линия поэтому вот эта линия она имеет очень большое значение какой мы проводим все кисть волосок этого достаточно два слоя я все нанесла и теперь буду приступать непосредственно к дизайну тысяча третий гель-лак у меня уже есть так сказать на моей импровизированной палитре и я буду опять как всегда ленивая я же лениво использовать такую фишку дело то что по матирующему топом от протекшн шикарно растекается гель-лак и вот эту возможность я сейчас буду использовать для того чтобы создать вот эти красивые цветовые пятна пока настя досыхает настюш давай на какие-то вопросы ответить какие на стюха обычно вы не керамикой снимаете а какой стараемся снимать керамикой просто керамика керамики рознь до девчонки вообще все равно какой вот когда железо все зависит не от типа материала больше все зависит от насечки то есть качество качество да то есть в данном случае как бы тип материала не играет роли тип материала может играть на долгосрочность понимаете то есть насколько быстро сотрется материал и так далее то есть при этом вы даже не угадайте вы можете взять как бы керамику но с очень плохо проработанную она у вас сотрется там за три клиента будет уже некомфортно либо железную некачественную взять но это такой вопрос знаете он с нюансами я сейчас тестирую если мне понравится я вам расскажу где потом взять я еще не поняла на первом настя вот первое пока мне нравится но я не пойму в динамике я вам обязательно если что-то классное нахожу все время делюсь вот подставки нашла делюсь с вами там фрезы по фрезам тоже делилась с вами то есть вот ножницы мне понравились тоже рассказываю йока то есть если обнаружу что-то реально классно в аптеоне шикарная железная фреза на я уже просто раз сто пятьсот уже показывала но она дорогая около двух тысяч стоит тоже стоит на нее разориться на мне она очень нравится мы с девчонками в салоне красоты уже много лет подряд берем так и так у меня настюшка высохла и теперь мы собственно говоря приступим к дизайну если есть какие-то вопросы давай сейчас отвечу на стюшку тоже делать ноготки самой ларисе у меня есть майонина любимая моя мастернина не на привет если да ниночка моя родная да не делает не но у меня очень трудные руки кажется что они маленькие такие все кругленькие но на самом деле это безумно сложно сделать мне коррекцию вот кто-то пугается много лет делает одним и тем же цветом да у меня в этот маразм изредка я делаю каким-то другим потом жалею все равно красным все поехали итак что я буду сейчас делать я буду экономить время на подмалевки поэтому я буду использовать матирующий топ мак протекшн я в том что по нему шикарно растекается гель-лак у меня тут эта лампочка что-то не хочет работать а насть там не мешает на картинке не отражается вроде нет окей и смотрите что я делаю я прям даже не до конца не до кутикулы в общем-то просто наношу его очень-очень тонким слоем видно прям на кисть нажимаю 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 и буду сейчас использовать свойства материала для того чтобы материал сам за меня сделал мне красивый подмалевок пятно из красного гель-лака у меня уже здесь нанесено и я собственно говоря делаю следующую я на некотором расстоянии друг от друга просто проставляю вот такие пятна гель-лак начинает очень-очень быстро растекаться по матирующему топу и он начинает видите что воспроизводить как бы в центре цвет остается более плотным а чем дальше от центра тем цвет становится более таким пушистым вот как будто мы делали растушевку то есть капли поставила пока болтала они растеклись и могу все это дело сейчас зафиксировать в лампе и пока настя сохнет как раз у меня есть возможность взять черную гель красочку принципе нам теперь остается только прорисовать самого леопарда вот настюшка есть вопросы во владивостоке есть наш пля во владивостоке есть три наших представительства прям в этом городе два точно помню маки стайл и второе вот знаю как аккаунт выглядит а вот сейчас название не вспомню в любом случае девчонки есть такой быстрый способ если зайти на наш сайт там есть представительство можно прям все контакты оттуда очень быстренько под собрать во девчонки подсказывает есть на партизанском проспекте имейте ввиду у вас руки не потеют в перчатках потеют причем я иногда этот эффект использую чтобы быстро кожу восстановить там я могу нанести такой достаточно плотный крем поскрабить нанести плотный крем залезть в перчатки и привожу руки в порядок я не знаю как у вас у меня безумно сейчас все сохнет зимой на поле батареи особенно постерлана да я никак не могу привыкнуть потому что с меня хлопьями сыпется просто я не знаю кожа дай бог на бережете эту землю видно какие классные раз и подмалевки нам готовы чем горит заменить матовый топ а можно заменить любым даже вот это поэтому сесси крема 8.3 будет такое же растекание просто по матовому топу мат протекшн она очень быстро то есть я за это очень его люблю и так сейчас я использую кисточку волосок и лёха привет а тут к нам илья забегает а я использую кисточку волосок в целом теперь мне надо собственно говоря набрать ну покажи на стеку 2 я хочу отразить также хочу набрать ну вот собственно говоря непосредственно сам рисунок она убирать и так я начну с чего выделю допустим самое крупное пятно сейчас еще красочек добавлю вот такое пятно покрупнее и начну с него прорисовку там образно говоря если говорить о леопарде он всегда как бы создается в виде такого как это называется овал я начинаю забывать слова виде овала да но у него обязательно как правило есть ну примерно три части одна по длине и вторая среди средняя третья маленькая то есть видно на самом деле леопардовый принт набрать ну очень очень просто при этом стремимся знаете к чему видно здесь толстая часть здесь толстая теперь значит здесь толстая часть у меня будет где-то чуть-чуть с другой стороны например вот здесь то есть 2 а вот тут помельче и третье вот тут то есть видно и за счет этого достаточно легко создать такой художественный эффект о кокосовое масло точно у меня завалялось точно спасибо что напомнили то чуть вся втираю втираю крем а там один привезла с выставки девчонки кто знает на красного знамени какой адрес точно напишите пожалуйста у нас нейлс егорова очень переживает не может найти представительство а на стойке она уже заходила госпожа егорова если что знаете чего как-то госпожа называла ну короче дорогая моя подписчица если что напишите мне в личку я вам сброшу контакты не волнуйтесь хорошо так теперь вот смотрите там где покрупнее красные пятна там у меня были более крупные элементы теперь я по кругу да могу сделать элементы поменьше то есть и по сути мне надо чтобы вот примерно к середине ногтя все эти элементы в принципе уже у меня как бы сошли на нет иногда я могу оставить кусочек прям черточки тоненько-тоненько иногда вот у меня часть элемента может выходить куда-нибудь там за кутикулы отстраняя взглядом обязательно смотрю красиво некрасиво легло хочется ли добавить чего-то или не хочется могу вот здесь еще мелких рябеньких элементов добавить для того чтобы чистота рисунка была идентичной но и в принципе вот на этом этапе мне кажется этого будет достаточно все сушим настёк время просушки не менее 30 секунд за это время гель паста просыхает и можно приступить к нанесении матового топа девчонки я не знаю как у вас у меня есть такой легкий псих по поводу нанесения матовых топов ну в любом случае да когда мы работаем гель краской она оставляет небольшой рельеф поэтому у меня есть такой бзик там где я выполнила дизайн сушиность другую ручку пожалуйста там где выполнила дизайн мне очень нравится когда все-таки я под низ кладу обычный топ а сверху уже накладываю мат матирующий в таком случае у меня получается само покрытие матирующим топом ну как выбрать объяснить с точки зрения блика или да вот с точки зрения горизонта ногтя ноготь становится идеально идеально ровным то есть не знаю есть у меня такой свой собственный бзик то есть мне кажется это в работе более правильно поэтому я сначала буду покрывать топом финиш настюк давай сначала я перекрою топом финиш для того чтобы выровнять как бы весь рельеф и подготовить идеальное идеальное поле для нанесения матового топа поэтому топ финиш я наношу с учетом таким чтобы мне выровнять вот этот небольшой рельеф прорисованной гель краской я в том что я не хотела гель краской до создавать рельеф уже на финишном покрытие мне очень захотелось чтобы это все однородно матово было уже именно под защитным покрытием где-то внутри и прежде чем подать в лампу как раз таки я вот сейчас возьму чуть чуть побольше каплю и особенно в той зоне где у меня видно вот сам дизайн создает мне рельеф я обязательно стараюсь чтобы топ у меня создал красивую красивую идеальную вот ровную ровную такую поверхность это мой бзик вы можете так не делать но мне так больше нравится чем удобен финиш он обладает очень большой степенью текучести поэтому он не создает излишний объем а как раз ровно ровно заполняет вот те колодцы ритвинки до который создал рельеф который создал дизайн и не создает излишний объем там где не не нужно и вот хочу как раз представить новинку это топ бельбе текс ну по сути обычный классический хороший мне очень нравится стандартный матовый топ то есть ровно тот топ который так ждали вторую руку да настя то есть это такая знаете классическая классическая резиночка то есть ну вот он как раз на втором ногте сейчас настюху поближе сюда засуну в камеру стандартный такого то он вот как резинка об резинку об него цепляется то есть ровно то чего собственно говоря от нас ждали так до этого у меня был топ финиш он имеет красивый красивый такой блик да и он очень быстро острый в нанесении сразу скажу он у насти вот как раз здесь блестит красиво на других ногтях и я его сейчас создала как технологическую подложку для того чтобы создать комфортную ровный горизонт ногтя и красиво красиво у меня уже непосредственно лег матирующий топ сразу скажу такой хитрости всегда тут же мою готовлю кисть волосок это нужно для того чтобы не проработать матовый топ поглубже есть такой нюанс вот часто особенно замечая его на обучение девчонки кто тарапыги у насти на курсе прям видно если настя не успела обратить их внимание не забывает поглубже матовый топ засунуть и вот здесь возле кутикулы и не только ученики вот я иногда смотрю на работы мастеров подмечаю прям видно как вот здесь блестит кусок ногтя как бы либо видно что гель-лак финишное покрытие вот матовое не донесено до конца поэтому что я сейчас буду делать первое ну в принципе работать начиная с матовым топом вот этим с резиночкой точно так же как с любым другим топом то есть по сути мне его надо нанести определенным однородным слоем то есть принципе при помощи топа финиш до выравнивание уже сделала то есть моя задача теперь просто это как бы покрыть сверху укрыть то есть создать равномерный равномерный слой потом дальше есть у меня такой бизик как бы он не обязателен к примирению к применению но часто особенно если знаете что я тут где-то фрезой проходилась выпиливала я еще вот это место до стыка ногтя с опилом я его прорабатываю прям кончиком кисти остатками материала именно повод этой опиленной поверхности и вот уже теперь я обязательно беру в руки кисть волосок и при помощи кисти волосок вот так же как я наш нашу гель-лак например да я уже прорабатываю вот эти все зоны вот видно вот вот тут был бы косяк вот здесь бы у меня уже не было аккуратно а матовый топ он очень сильно показывает вот эти конец и косяки нанесения поэтому прям по контуру и обязательно кистью волосок пройдусь внимательно-внимательно просмотрю и если у меня вот здесь до кисточка не завернула у насти продольная арка очень высокая то есть делаю это при помощи кисти волосок обязательно-обязательно как бы прокрашу вот эти мелкие нюансы и то же самое обязательно подвожу поглубже под кутикулу для того чтобы у меня через неделю не было видно вот это да безобразный отросший кант блестящий проверяю чтобы топ был нанесен равномерно и если меня все устраивает вот да проверила прям паблику то отправляю на просушку в лампу вопрос до топ финиш в тирке хорошо держит у меня в тирке слайд естественно эти топ финиш вообще не создан для в тирок для в тирок есть специальный топ флекс он настолько идеально держит в тирку что но вообще без проблем на стюк покажи есть есть он там есть на стоп флекс покажи короче вот только который создан для в тирке девочки для не страз для слайдеров для градиентов аэрографом я его фикс первый месяц назвала фиксирует вот такой топ он очень густой но вас это не должно пугать как только топ ложится на ногтевую пластину а люди имеют температуру выше комнатной то есть 36 и 6 как минимум те кто болеет побольше он сразу как бы раз поддается и сам создает идеальнейший блик поэтому девчонки флекс попробуйте вам действительно понравится то есть поначалу будет странно что он такой густой но вы сразу по фишку на уже на втором ногте начнете с ним то тут без липкого слоя и он можно даже не танцевать танцы с бубнами не подпиливать и ребра жесткости там свободный край и он можно просто нанести он будет идеально держать в тирку это не шутка это факт у нас прошло время не помнишь прошло короче тут не настя подсказала что она подзырила у юлии белей что топ этого типа не надо а ученики короче топ такого типа он имеет легкую-легкую дисперсию я с вами делюсь это реально рабочая тема юлечка белее царство вечное вот просто здоровье бесконечно потому что ты даешь нам кучу прикала красных фишек вот и смотрите значит если я сейчас буду стирать вот эту микро липкость с обезжиривателя то будет немножко вот фонить таким легким блеском поэтому я беру салфетку сухую не смоченную ни в чем вообще вот к нам горит больные них они может врут знаете потеплее приходит короче и вот этой сухой салфеткой если снять эту дисперсию она реально вся снимается и топ становится такой приятный приятный сатиновый да очень-очень приятное такое сатиновое ощущение все то есть липкости ничего здесь не остается ничего сюда уже не липнет вот то есть и получается вот такая тема настюха у меня страдала бедолага такой ноготь бедолаг то есть видно и мы получили вот такой результат так как бы вам показать со всех сторон то есть получаем девчонки вот такой ноготь сейчас буду показывать вот так он выглядит в торце все на месте все очень у нас видно все 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 опрятненько глянца нет сам видно горизонт очень-очень ровный аккуратный то есть мы обязательно учли все нюансы и все косяки то есть сейчас мусор еще уберу подмусорилась и мы получаем вот такой мы тоже снимали девочки обезжиривателями да да мы я да немножко другой эффект а вот как раз таки вот этот способ спасибо огромное юлии дело в том что он реально круче все и он такой остается как бы такой как резиновый я не знаю гораздо интереснее да 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 если снять с обезжиривателем появляется еле заметный глянец девчонки так тема дня был сегодня вот такой дизайн поговорили о знаете чем о как бы а ты хочешь большой палец показать да у нас короче вот собралась вот такая композиция в конечном итоге на корпоратив девчонки красное мне платье покупать или черное к этому маникюру голосуем да насть давай давай красная гулять то гулять да гулять то гулять все друзья мне надо отпускать настью надо ребенка вести в этот куда вы там музыкалку вот поэтому не буду не буду дольше задерживать так насть пишут красная как всегда рада была кто-то черная очень рада встреча с вами соскучилась безумно честно говоря я первую неделю была очумевшая мне надо было вспомнить все спасибо друзья вижу вашу позитивную обратную связь он кто-то хоть на футбол вот так вот и настюш мы ждем от тебя прямой эфир по аппаратному маникюру давай давай сейчас вы все попилите перед новым годом да потом отдохнете и мы видим с вами прямой эфир я расскажу вам фишечки супер настюшка спасибо тебе большое все девчонки искренне вас люблю держитесь осталось чуть-чуть меньше двух недель я знаю каково это не понаслышке вот и до новых встреч в следующем до прямом эфире по машинности пока пока